Друзья, всем привет! С вами снова Дмитрий, мой канал Неамериканец. Ну что, жена у меня уехала, остался я один. Планов громадье. И по работе, и нет. Сейчас расскажу почему. В общем, сейчас я собираюсь ехать в Сан-Антонио. Почему я еду? Это в Техасе, это тысяча миль. Почему еду? Потому что я хочу по дороге останавливаться в разных городах, смотреть разные части города. У меня есть на примете другие города, где бы я хотел офис потенциально снять. И буду этим заниматься, поскольку у меня есть время на это сейчас. Еду в Сан-Антонио встречаться с контракторами, смотреть на помещение, которое я, собственно говоря, еще даже не видел. Это основной пункт, туда съездить, посмотреть, что там да как там. И третий у меня пункт, не менее важный. Я решил от того места, где я буду, не очень далеко до Невады и до Грин Киньон, это великие каньоны. Я, в общем, некоторое время назад купил путевку на байдарках, сплавляться на байдарках. И, в общем, еду туда и буду сплавляться. И для того, чтобы сплавляться, нужно, соответственно, быть готовым. Я покупал тут в последнее время много всякого для похода. Вот, там целый список, что тебе пригодится. И хочу с вами сейчас просто поделиться. Я думаю, это такой интересный момент, что я тут понакупал. Вот. Ну что, начнем. Так, купил основную обувь, в которой я буду находиться на самой байдарке. Вот такие вот кроссовочки, специально для воды. Вот. Стоят они 25 долларов. Такие прикольненькие. Кручу, что-то в воде у них быть. Так, для передвижения по земле там будут хайкинг, да, такие походы, там по скалам типа лазить или не по скалам. Ну, в общем, купил вот такие кроссовки, не знаю, сандали, да. Вот. Причем я их купил две пары, потому что читал в ревью, типа, ну, там достаточно быстро они изнашиваются по какой-то причине. Я на всякий случай купил две пары, не знаю. Надо будет взять, не надо. Я сам возьму, уж там разберемся. Вот. То есть, они стоят 90 долларов. Такие вот. Вот. Такие хорошие. Качественные чувствуются вроде как. Вот. И в них тоже можно в воде находиться, в принципе. Но я боюсь, что они как бы не начали разлетаться. Вот. Так что две пары у меня вот таких будет. Так, спать в палатке. Там будет типа жарко, говорят, что можно даже без палатки спать. Эта вот подушечка я купил, такую небольшую переносную, чтобы можно было спать. Вот она просто такая мягенькая подушечка. Не буду ее разбирать. Она красненькая. Вот не надувная, ничего, просто такая. Мне надувная не нравится. Подушечка стоит до 15 долларов. Беру фонарик с собой на голову. Такой вот. Тут он как-то переключается. У него режимы разные. Ну, в общем, надо. Батарейки надо поменять. Вот. Он у меня был. С ним я ходил на охоту. Нужны батарейки. И, в общем, за него я сейчас не заплатил ничего. Так. Еще я тоже тут беру ножик. Вот такой. Тоже это у меня с охоты. Я, в принципе, не пользовался. Но такой хороший ножичек. Такой для разделки оленя. Вот. Возьму его с собой. Беру бинокль. Просто, чтобы было интересно наблюдать, поскольку он у меня есть. Это такой хороший тоже достаточно бинокль. Вот. Мне, думаю, там на речке будет классно горы просматривать. Там каньон. Дальше беру с собой бутылку воды. Сказали обязательно купить карабинчики. Типа при себе к чему-то там. Ну, к байдарке. Вот. Купил бы карабинчики по 5 долларов. Так. За 18 долларов купил вот такую шляпу. Тоже посоветовали. Типа, чтобы не обжигал тут плечи. Если что. И пусть будет жарко. Вот. Такая широкая, большая шляпа. Одна из самых крутых штук, которую я купил. Ну, не знаю. Крутая, не крутая. Вот такое вот устройство. Это Бэнк. Пауэрбэнк. То есть, это зарядка такая, да, переносная. Что в ней особенного? Она на солнечных батареях. То есть, смотрите. Вот она вот так раскладывается. И заряжается от солнца. Вот тут показывает зелененькая лампочка. Смотрите, сейчас свернем. Вот, все. Перестала быть лампочка. Вот. То есть, не заряжается. Вот. Ну, и от розетки его тоже можно зарядить. Но там не будет абсолютно никакого электричества. Ничего не будет. Связи тоже не будет. И вот, я думаю, заряжать свой телефон. Чтобы снимать. Вот от такого вот устройства. Стоит оно 54 доллара. Ну, как прикольно. Не знаю. Мне прям понравилась такая штука серьезная. Еще что. Поскольку времени у меня там было немного. Я заказал несколько курток. Несколько штанов. Ну, несколько всего. Чтобы выбрать, как бы, что больше всего подойдет. Все это с Амазона. Вот, купил одну куртку. Сейчас покажу. Эта куртка стоит 90 долларов. Вот она такая. Тут с какой-то даже вот подстежечкой непонятненькой. Вода непроницаемая. Вообще, для чего у куртки? Ну, можете спросить. Там холодная вода. Реально. И когда идешь через пороги, ну, постоянно мокрый. Тебя льет. И, ну, холодно. И там часто нету солнца. Вот. То очень нужно водонепроницаемую куртку. Чтобы там не замерзала, не промокала. Вот. И капюшон. То есть, она с капюшоном. Так вот он одевается. Вот. Но эта куртка мне не очень понравилась. Сейчас я вам покажу вторую куртку, которая понравилась лучше. Вот видите, это как-то она вот так вот делается. Ну, вот, выглядит вот так, да. Вот капюшон как-то он тут такой. Ну, короче, она рукава. Вот просто как есть с резиночкой. Вот. Она такая достаточно простая. Ну, на низу здесь, в принципе, тоже подтягивается. Ну, скажем так, неплохая куртка. Но. Вот вторую куртку я вам сейчас покажу. Она мне намного больше понравилась. И я вам сейчас ее покажу. Вот я ее возьму. Это куртка Marmot. И она 190 долларов стоит. Вот. Но я вам скажу, она намного класснее. Прямо она ощущается как бы лучше, качественнее. Все. И сделана из лучших материалов. И оно, ну, все прикольнее. Вот, например, здесь вот можно затянуть. Видите, такая липучка есть. А сейчас покажу, как вверх прикольно делается. Вот. Она тут так закрывается. И капюшон классно таксиит. И тут, ну, подтягивается все здорово. И, ну, она вообще ощущается прям вот четко-четко прикольно. Кармашки есть. Тут тоже подтяжки такие. Ну, вот. Тут на краях прикольные. Карманы застегиваются. Ну, короче. Такая четкая куртка. В общем, если что, кому-то советую. Мне кажется, это очень классная куртка. Вот. Берем ее. Так. Беру еще штаны. Ну, для того же, для той же необходимости. 28 долларов они стоят. Вот такие вот. Вот. Тоже водонепроницаемые. Из какого-то материала сделаны такого интересного. Не знаю. Ну, и... Не знаю. Водонепроницаемые. И причем быстро сохнущие. Или что-то. Не знаю как. Ну, в общем, такие тоже. Очень неплохие. Смотрится хорошо. Причем я купил несколько штанов. Но одни я купил... Я беру... Ну, возьму с собой двое. Одни я купил. Они получились... Ну, ладно. Они тут упакованы. Они больше зимние. То есть, такие с теплой подложкой. Я вот думал, брать или не брать. Но я не уверен, что будет так холодно, что мне нужно аж с теплой подложкой. Я боюсь, что может быть будет жарко. А эти именно защищают. Ну, в общем, посмотрим. Надеюсь, что мне не будет ни холодно. Должно быть. Вот. Тоже советуют брать с длинными рукавами вот такие футболки. Опять-таки, от солнца. Вот. Футболка такая 40 долларов стоит. Шорты беру тоже. Такие быстро сохнущие. Вот. Шорты стоят 15 долларов. Такие. Футболок я бы взял вот эта подороже одна. Взял некоторые там... Еще штук 6, наверное. Подешевле. Тут там долларов по 20. Вот. Ну, такие вот хорошие как бы футболки будут у нас. Взял энное количество парт трусов. Вот таких. Тоже, опять-таки, все они... Воды непромыкаемые, непромыкаемые или быстро сохнущие. Не знаю, как их назвать. Вот. То есть, все. Потому что будем в воде постоянно проводить, собственно говоря. Взял еще мешочек для организатора, организации своих вещей. Так, где он тут? Вот такой. Вот. Вот. Смотрел, сколько мешочек стоит. Ну, 9 долларов он стоит. Вот. Ну, еще всяких мелочей набрал. Там крем от загара. О! Кстати, надо взять. Я его не покупал. У меня дома есть. Крем от комаров. Не знаю, нужен он будет или нет. Но, на всякий случай, я возьму. Ну, в общем, вот. В принципе, это, наверное, все. Беру свое. Обычно, держу тоже с собой. В общем, вот так. Ну, не идешь. В это получается. Я вам скажу. Все это удовольствие. Но, опять-таки, такое раз в жизни происходит. И я реально думаю, что это вот у меня раз в жизни такая возможность выдалась. Потому что, ну, может быть, когда-то с детьми смогу поехать. Не знаю. То есть, они захотят. А сейчас просто жена уехала, дети уехали. Выдалась такая возможность. Я буду в тех краях. И думаю, мэн, вот это на 12 дней. Сначала на 6 был зарегистрирован. Но на 12 нигде не было. И меня поставили там на лист. Я говорю, слушай, ну, я один человек. Если где-то освободиться, что-то кто-то откажется. Дайте знать. Вот мне позвонили, сказали, что есть. И вот я еду на 12 дней. В общем, вот так. Вот. Сама поездка стоит, друзья, 5 тысяч долларов. Вот на 12 дней 5 тысяч долларов. А на 6 дней там было 3 тысячи долларов. Ну, я надеюсь, что оно стоит того. Потому что, еще раз, это весь каньон полностью. И там нас... Мы на Батлярх плывем. Там еда, отдых. Там все, все, все дают. Потом на вертолете будут со самого каньона до, там, чартерного рейса самолета. На самолете повезут, полетим на чартерном туда, откуда мы вылетали. Вот. То есть там, ну, куча логистики всякой. Куча всего. То есть, очень недешево. Ну, вот, получается, вот такая стоимость. Ну, опять-таки, раз в жизни, еще раз, это у меня была мечта такая, на самом деле, попасть на такое место. Вот именно туда. То есть у меня вот была мечта. У меня есть еще мечта поехать на этих санках на Аляске, на собаках. Там есть недельные туры тоже я видел когда-то. Вот. И вот это у меня тоже была мечта. Вот одну из мечт мы исполним. Так что оставайтесь на канале, не переключайтесь. Я буду, конечно же, снимать. Надеюсь, что у меня там хватит и памяти, и зарядки. Вот. И все выложу, как это было приключение. Все. Оставайтесь на канале. Подписывайтесь. Пока-пока. Увидимся в следующем видео.